Это один день с мебельщиком и сегодня я снимаю двух конкурентов, работающих в одном городе, в одной модели мебельного бизнеса. И это славный, прекрасный город Кострома. Ну что, начнем этот день вместе? Погнали! Пора уже представить наших героев и сегодня у нас в фильме один день с мебельщиком два конкурента. Илья Яркин и Дима Широнов. Ребята, давайте жить дружно и поговорим сегодня о вашей конкуренции. Каждый расскажет о своей модели, о том, что считает приоритетом в своем бизнесе. Позадаю вам вопросы, которые мне интересны с позиции вашего отношения друг к другу. Как вы в одном городе, два человека, у которых одинаковая модель привлечения. Оба вы учились в моем тренинге. Каждый из вас может просчитать друг друга на три шага вперед. Ударить под дых, сделать подставу. В общем, все сегодня это обсуждаем. Главная тема сегодняшнего фильма – конкуренция. Конечно же, в конструктивном и позитивном ее виде. Ну что, начнем? Погнали! Дим, как выглядит твоя модель мебельного бизнеса на сегодняшний день? Да, на самом деле, как и, наверное, у всех. Две ее стороны – этап привлечения клиентов и этап реализации уже принятых обязательств в работу. Этап привлечения. Каким образом привлекаешь аудиторию, прогреваешь, работаешь с ней? На сегодняшний день это социальная сеть ВКонтакте. Основная площадка, через которую приходит аудитория. То есть у тебя нет сайта чего-то такого? Сайт был в прошлые времена, но конверсия сайта и степень доверия, которую возможно сформировать через сайт, она гораздо ниже, чем через социальные сети. Какой социальной сетью пользуешься? ВКонтакте, ВКонтакте. ВКонтакте, конечно. Кто чему-то научил, тем мы пользуемся. Хорошо, следующий этап – реализация. Привлек клиентов, продал. Где происходит у тебя процесс изготовления мебели? У меня производство собственное. То есть, как положено, станки? Да, небольшое количество пар станков. То есть это не такое огромное погружение в производство. Но необходимые станки, необходимые минимумы у меня есть. Магазин, салон, шоу-рум, что у тебя? Я знаю, что ребята в основном открывают салоны, но я на сегодняшний день в том формате, в котором работаю, считаю, что мне не нужен отдельный шоу-рум, отдельный салон. А как ты этот вопрос решаешь? У меня прямо при производстве есть выставочный образец стоит, я его тоже покажу. Есть офис, где куда люди приходят. То есть после замера я их приглашаю к себе, мы с ними общаемся. Я могу точно так же на своем производстве показать мебель, которую изготавливают для других заказчиков, объясняю с тем, что посмотрите, вот это живой заказ, который поедет к людям. Вы можете оценить качество, вы можете посмотреть на все эти станки. То есть я вот здесь, весь перед вами открытый, отвечу на все ваши вопросы. То есть ты нашел этот формат как самый доверительный, когда клиент может приехать и убедиться, что вот они станки, вот производство, оно завтра никуда не исчезнет. Что здесь в принципе можно, по любому же цеху можно понять, он живой, рабочий или взят в аренду для демонстрации. Мне кажется, это больше доверие формирует. Это во-первых. Во-вторых, для меня как производителя, то есть я опять же для себя вижу какие ценности. Удаленный шоурум, ну пускай даже в пределах города в 5 километрах. Это время, да? Это время потери по проезду, это раз. Но условно говоря, ты на этом экономишь тот же штат сотрудников. То есть если у тебя будет отдельный шоурум, то там обязательно кто-то должен находиться. Там должен находиться, этот человек должен быть опять же не сидеть один, не скучать. Ему там не должно быть далеко от отрыва, есть какие-то вопросы. Я хочу от себя добавить. Ребята, вы сейчас послушайте внимательно, а потом вы удивитесь тому, что Дима не скряга и скупердя и гаражник, который экономит на всем. А вы посмотрите, как он просчитал свою модель. Илья, я тебя поздравляю с открытием шоурума. И расскажи мне сразу, что для тебя шоурум, как родилась эта идея и как себя чувствуешь в новом формате. Шоурум для меня, наверное, был важной точкой. Потому что мы раньше принимали в офисе на производстве. Было всегда смущение, потому что производство это все же пыль, грязь. Люди добирались по неровной дороге. То есть непрезентабельное место. Непрезентабельное место, но было некомфортно перед заказчиками. Представим себе ресторан. Приходят люди, садятся за столы и им официант приносит блюда. На красивом подносе, на тарелках, украшенное все. Да и они это кушают и благодарят шеф-повара за качественное приготовление пищи. И наоборот. Этих же людей приглашают на кухню, где шеф-повар разделывает рыбу, вот это все, внутренности, выбрасывает. Здесь обрезки, очистки, запахи вот эти все смешались. Да, плюс это вся суета. Хочет ли клиент ресторана видеть кухню? Или он хочет видеть кухню в красивой упаковке зала ресторана? Примерно то же самое для тебя шоу-рум сейчас, да? Да. С прошлым своим форматом, да? То есть у нас есть клиенты, которые заказывали мебель сначала в офисе. И которые сейчас приходят заказывать остальную мебель, все квартиры, новые дома. Чувствуют, конечно, разницу. О, Илья. Тебя посещали такие мысли, что если ты откроешь шоу-рум, то при тех же затратах в привлечении клиентов у тебя конверсии в продажу станут выше. Ну, конечно. Какой период прошел времени? Я потому что знаю эту боль мебельщиков, принятие решения от понимания до реализации. Сколько времени прошло? Ну, два года назад я решил, что это мне нужно. Нужно, так. Полгода я ходил с этой мыслью. Потом где-то почти год я искал место. То есть, ну, я решил, что я найду место, не буду торопиться. То есть, если я влюблюсь в место, то 100% забираю и делаю там. В общем, где-то полгода, чуть больше, наверное, я ходил по местам, всю кострому влазил. И чисто случайно попал в это место. Мне все загорелось. Я его забрал. Потом 3-4 месяца мы вообще здесь ничего не делали. Даже арендодатель говорит, вы хоть работать будете или нет, что вы тут делаете? Я говорю, ничего. А ремонты каникулы были? Нет, вообще ничего не было сразу. Каждое действие понимаю, что... Какие требования у тебя были? Вот ты говоришь, искал свое место, хотел найти свое место. Какие были требования? Давать три основных требования к месту. Что это должно было быть? Автобусная доступность, хорошая парковка и красивое место. Все совпало здесь, да? Здесь есть парковка, панорамные окна. Панорамные окна, отдельный вход. Отдельный вход, да, важно было. И плюс достаточно такой проходимый трафик у тебя, да? Я сейчас в окно смотрю и машин много. Вот это почти центральная часть города. Знаешь, мне кажется, все производственники такие в основном сидят и говорят, ах, сарафанное радио самое лучшее, я на нем всю жизнь буду жить и будет все прекрасно. И вдруг наступает момент, когда глушилка такая на радио падает. А так и было, так и было, раз, и все, такой, ооо, идишь. Ну, я же такой же был, типа, а я все знаю, так что, куда учиться? Не, я все знаю, я же умею делать мебель, и все. Потом просадок, ты такой, ооо, а сейчас как относишься к фарафанному радио? А у меня его почти нет. Ну, рекомендует только уже, раньше, то, которое было, оно отпало вообще, его вообще нету. Уже все, да, потому что все, ильюша, подешевле, сделай нам, ты хорошо делаешь, сделала подешевле, ты дальше делала. Ильюша самый дешевый, вот как рекомендовать. Теперь рекомендательная база. Ну, а теперь, что, самая лучшая мебель. Нам порекомендовали вас, вы классной кухни делали. Нам понравилось, качество, нам понравилось, то, да, все. Бывали мысли, чтобы вообще, нахрен, закрыть или сжечь вообще этот цех? У тебя, кстати, он чуть не сгорел недавно. Закрыть этот цех и перейти на контрактное производство, почему ты оставляешь? Мысли закрыть цех нет, но ускориться за счет контрактного производства, делегировать какие-то действия, то да, возможно. То есть ты так видишь, при развитии компании, при увеличении продаж, то есть ты все-таки будешь расти, но прирастать ты будешь уже, используя контрактное производство. Но свое все равно оставишь, для чего? Для мелких работ, и все же контрактное производство бывает, не все задачи выполняют. Мы любим иногда удивить людей. То есть и контрактное косячит тоже, чтобы не отвлекаться и не задерживать людей. То есть мы с вами раз переделали, все, поехали. Хорошо, Илья, тогда скажи мне, а что ты продаешь? Если ты не торгаш, то ты кто? Что ты вообще продаешь своему клиенту, по сути, мебель? По сути мебель, но, слушай, торгаш, это который вот приберет коробочку, вот, например, ты идешь, у тебя телефон сел, тебе надо зарядку, он купил ее, перепродал, все, ему направлять, там она рабочая, нерабочая, сколько будет времени работать. Мы же продаем не мебель, мы продаем чувства людям, которые будут пользоваться этой мебелью, эмоции, семейные эмоции, то есть семейный уют, возможно. Изменение качества жизни. Да, конечно, да, и взамен мы получаем эмоции в виде благодарности, там, видим счастливые лица. Энергообмен. Да, то есть, ну, и нас это заряжает, нам это нравится. Вы же оба проходили мой тренинг, я же вас учил одному и тому же. В принципе, не утаивая от одного что-то и не давая другому больше чего-то, у меня не было любимчиков, у меня нет какого-то особого отношения к одному из вас. Как у вас получается, имея одни и те же знания, как вы, во-первых, уживайтесь в одном городе, а самое главное, вы же не только сосуществуете, вы же еще и дружить успеваете. Вас трудно назвать конкурентами, то есть все в нашем окружении говорят, да, слушай, это два друга, которые работают в одном городе. Я тебе скажу, что мы не только общаемся, там, и дружим, да, мы еще и в бизнесе друг друга поддерживаем. Ну вот смотри, недавно я отдыхал в Гленджике. А Димар делал твои заказы. Это мы вместе, помнишь, отдыхали. Вот, и у меня рядом горели цеха, хорошо мой не зацепил, но света не было. Нет, нет, я думаю, это не Димка, он бы сразу туда попал бы в цель. Вот, и случилось то, что света нету несколько недель, и я говорю, Дим, блин, такая фигня. Он говорит, конечно, давай, приезжай, все, вот тебе станки, мы приезжаем к нему, пилимся, кормимся. Ребята у меня там с генератором уже собирают. Бывает, по договорам и грудим, проконсультируем. Давай, без проблем. То есть, ну, делимся опытом, поддерживаем. Илюха сделал себе офис, шоурум сделал. А у меня просто такое более офисное помещение, то есть оно не доделано, оно более офисное. То есть, ну, я, ну, опять же, не хочу этот шоурум себе сейчас делать, там, вкладывать деньги, там, аренды, прочее, прочее. Но, тем не менее, я говорю, Илюха, красавчик сделал. И он говорит, Дим, ты, говорит, себе тоже там, говорит, сделай. Ну, говорит, как бы, то есть, он тоже, вот его успехи, которые он сделал, они тоже меня подсёгивают. Да, конечно, допустим, я со своей головой, со своим мировосприятием не пойду там снимать там помещение, как я сделал. Но, тем не менее, раз, Илюха это сделал. Вот эти, даже самые петлички, которые есть. Он купил, наши же ребята говорят там, типа, Дим, куплю, у тебя звук плохой. Илюха говорит, купил, говорит, ну, на год, пока ты, давай тебе закажу. Он мне же их заказал. Пока они тебе не пришли, на год, пользуйся моими. Ну, то есть, ну, как бы, нет конкуренции и здесь. И опять же, почему ее нету? Как-то ты в тренингах говорила, и потом мы это раскладывали. То есть, ну, грубо говоря, там, быстро математика, да, 300 тысяч Кострома делим пополам, 150. В общем, когда мы все это дробим, мы понимаем, что у нас в день в Костроме заказывается 13-15 кухонь. Только в день, только в Костроме, только кухонь. Да? Да, но мое производство не потянет даже дневную норму. То есть, мы за месяц это количество не обработаем. То есть, рынок настолько большой, что, по большому счету, мы не можем, во-первых, ну, это не последний заказчик, да. Во-вторых, кто-то к нему придет, кто-то ко мне придет. Мы по-разному оцениваем то, что ты донас информацию, да. То есть, мы все равно через свою призму все через себя пропускаем, по-разному воспринимаем. Вчера созваниваешься, говорю, Дим, ты че? Сейчас, Юрка же приедет, надо же как-то подготовиться. Говорю, блин, у меня совсем времени нет, блин, цех в завале. Говорю, да че, я прибираться не буду, че там? Я говорю, блин, с удовольствием, но не успею просто даже прибраться. Я говорю, да нормально все будет? Че ты прям пособрался? Ну, они ему стоят, че ты, как, че? Да че тут, 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 сейчас, все, вот тут, делаю тут, все уже чисто. Вот такого формата производства тебе достаточно для того, чтобы заниматься реализацией всех своих заказов. Правильно понимаю? Да. Сколько человек у тебя здесь трудится? Четверо. Четыре мастера. В каких процессах ты участвуешь сам лично? Давай. Я сам лично настраиваю рекламу, я сам лично езжу на замеры, я сам лично заказываю материалы, выписываю. Я сам лично... Да, закупом ты занимаешься наборами. Снабжение, я встречаюсь с заказчиками, если какие-то непонятные вопросы, ну, соответственно, это тоже все на мне, там, поехать, докупить кромки, там, одна петля, там, такое-то... При всем при этом ты мне говорил, что вот ты уезжал в отпуск, тебе ни разу никто не позвонил. Да, я три недели был в отпуске, и ребята мне не звонили, а работали сами. То есть у тебя они настолько автономны, научены тобой работать, или это просто тебе повезло, такие спецы? Это просто такие классные спецы. Такие классные спецы, и понятно, что перед отпуском, да, мы собрались, мы сделали план работ, обсудили, запланировали, все проговорили, все проверили. Все инвизаторские твои никто не выбирал, да, но ты организовал таким образом процесс, что в небольшом производстве с четырьмя сотрудниками, взяв на себя всю организационную работу и привлечение, и реклама, и закуп, успеваешь и брать заказы, и реализовывать, и жить, и отдыхать, и зарабатывать. Но когда-то, когда это начиналось все, это было немного, и это было легко, это не вызывало проблем. Вот с ростом после прохождения у тебя обучения приходится иногда где-то себя притормаживать, потому что понимаешь, что лошадь дальше сдохнет, она не вылезет больше, да. Поэтому ты такой, уже вот как и там Женя Алфимов говорил, люди доходят до категории, что нужна команда. Без команды дальше не пойдешь. Ты уже дошел до этого состояния? Да, это состояние, я дошел уже, грубо говоря, через боль, потому что понимаешь, что уже сам ничего не надо, уже надо кого-то найти, надо кому-то делегировать, потому что иначе дальше роста не будет. То есть вот эта модель у тебя до определенного этапа выросла, она вот в этой точке сейчас, она конечна, в ней можно продолжать. Остаться в ней. Остаться. И никуда не уходить. Да, но если идти дальше... Какую зависимость ты видишь, то есть тонкие места этой модели в чем? Становишься тем местом, которое ограничивает дальнейшее развитие. То есть ты, во-первых, очень занят процессами, от тебя лично зависит многое. И потом еще вот этот акцент, я хочу тоже на нем заострить внимание, вот твои четверо ребят, которые ты сказал, вот такие вот классные. Если вот эти классные уйдут и придут на их место, то, соответственно, на меня нагрузки станет еще больше, нервов больше. И все, и качество упадет, и рухнет все остальное, потому что не на что будет опереться. Таким образом, модель все-таки не идеальна. Конечно нет. Она зависима от многих факторов. Давай так. Не хотелось ли тебе уже сейчас поделиться какими-то процессами, не жадничать денег на то, что ты забираешь все? Кто у тебя конструкторский отдел у тебя кто? Сам. Ты дизайнерский отдел, снабжение, продвижение, не хотелось ли тебе вот это сам, не только поделить? Это уже перешло в состояние некой боли, которую надо потихонечку уже, ну все, в таком режиме уже тяжело. Уже надо брать новых людей, сотрудников. С кого ты планируешь начать? Вот у тебя же есть, ты очень системный человек, у тебя есть сланг. Мне нужен человек, который меня подменит в дизайне, в подготовке в проектах, в общении с людьми, в каких-то организационных моментах по сопровождению клиентов. Раньше отдых у меня был в основном специфический, отдыхал вместе с телефоном, всегда нервничал, мало ли что-то случится там, ну почти не отдыхал. С утра до вечера, до позднего работал, постоянные напряги, дома напряги, потому что нет настроения, никакого не было. Благодаря Юрииной программе прошел у него тренинг, начало освобождаться время, начало получаться делегировать свои обязанности. Сегодня я нахожусь в Геленджике со своими друзьями, мебельщиками. Лето проходит как у настоящего человека, который любит свою жизнь. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить свою семью, что они меня всегда поддерживали, в трудных ситуациях особенно, когда было у нас в семье трудные моменты, папка мало зарабатывал. Самый случай, наверное, который перелом в нашей жизни был, когда меня поддержали, моя жена, Ксения, это у меня был кассовый разрыв, у меня уже арендодатель закрывал на замок мой цех, вот. Наткнулся на Юру, решил купить у него тренинг. Тренинг, в принципе, ну тогда для меня был очень даже дорогой. Подошел, говорю, Ксюха, надо по-любому брать, иначе он, наверное, не выживел. Он говорит, конечно, бери. И вот, наверное, переломный момент в жизни, когда у нас начались просто плюсы, мы начали ползти вверх, компания начала ползти вверх, это называется, наверное, семейная поддержка, это самое большое, что нужно в жизни. Друзья, а сейчас полезная информация для тех, кто развивает свои мебельные компании и хочет оставить легендарный след в истории мебельного бизнеса. Я приглашаю вас 25 октября на подмосковную виллу Барвиха 135, где пройдет замечательная седьмая ежегодная мебельная конференция под названием «Мебельная тусовка». Там просто обязан быть каждый предприниматель, который делает свой мебельный бизнес легендарным. А прямо сейчас переходите по ссылке под этим видео, заходите на сайт, покупайте билет и встретимся с вами 25 октября. В компании «Мия мебель» работает дизайнером Элис. И я хочу сейчас задать несколько вопросов, ей пользуюсь случаем, что Илья отошел и он не слышит. Элис, скажи, пожалуйста, вот давно ли ты работаешь в этой компании, какой путь ты прошла вместе с Ильей? Работаю я уже второй год где-то примерно, раньше я вообще в целом таким не занималась. То есть я знаю, что такое мебель, я работала как поставщик курнитуру мебельной. И мы начинали, так сказать, с такого гаражного типа. Говорит, ну приходи, попробуем что-нибудь из тебя сделать. Ну и, собственно, он вложил меня в обучение по дизайнерским штукам интересным. Я начала этим заниматься, увлекаться. Мне это понравилось. И с Ильей прошла вот этот путь, начиная с его производства, где он думал, что это офисы, туда можно приглашать людей. И вот сейчас ты здесь уже в шоу-рубе находишься. А является ли для тебя работа с клиентом самореализацией? То есть ты же здесь можешь выступать как творческий человек, предлагать свои какие-то видения, решения, находки. Это как-то мотивирует тебя, когда ты видишь в глазах клиента обратную реакцию благодарности. Когда ты вот четко понимаешь, что вот попало все, вот прямо это то, что они хотели. И это же я предложила, а не кто-то другой. Есть такое? Да, есть, конечно. И сейчас это все больше и больше нарастает, потому что я чувствую эту отдачу от людей. Благодаря шоу-руму? Кстати, в большей степени это, наверное, благодаря шоу-руму. Потому что у тебя появилось место, а ты где-то можешь реализовать себя. Да, это мое место. Отлично. Мне здесь стало комфортно. Вот, видите, ребята, еще один плюс. Любите своих дизайнеров, давайте им возможность развиваться, и они будут развивать вашу компанию. А что для тебя вообще конечный продукт? Чем ты, по сути, занимаешься? Вот если бы я тебя спросил сейчас не здесь, а где-то на улице мы встретились, познакомились. Я сказал, Элиса, а ты чем занимаешься? Вот чем ты занимаешься? Волшебством. Волшебством. Мне больше ничего не нужно, потому что я ждал от тебя ответ реализации мечты, а ты сказала еще круче. Волшебством. Все, что здесь происходит, это действительно волшебство. От тебя зависят те чудеса, от которых клиенты потом после установки будут говорить. О, обалдеть, офигеть. Есть ли у тебя в запасе какие-то фишки, не секретные? Вот, какие-то фишки, которые ты можешь сейчас сказать, что ты предпримешь в этом случае? Вот усилилась конкуренция, более активный захват внимания целевой аудитории со стороны мебельных компаний. Какие методы ты предпримешь для того, чтобы удержаться на этом рынке и продвигаться, продолжать расти? Во-первых, вообще не надо паниковать и отпускать руки. Я верю в свой продукт, я всегда транслирую при общении с заказчиками свое уважение к своему продукту, любовь к своему продукту, тепло. Очень люблю выслушивать их, какие у них были проблемы. Пообщайтесь с клиентами, знайте, что может было у них на кухне, не устраивало бы на старой кухне. Они же не пришли там с новой кухней сразу. Они жили со старой кухней, со старым шкафом. Вторым шагом, наверное, было бы естественней усиление личного бренда. То есть больше снимать контента, больше отзывов. Очень важно. То есть они видят, когда люди рассказывают про тебя хорошо, значит ты хороший человек. То есть это усиление влияния на рынок, то есть твоего личного бренда, бренда, твоя компания. И как бы третий шаг, чтобы люди видели как раз вот этот твой контент, твои видео, твои отзывы. А это надо вкладываться немножко в рекламу, увеличивать рекламный бюджет. Как новые каналы рекламы. Да, искать новые каналы. То есть не только соцсетями пользоваться. То есть есть и другие линейки рекламы интернетовских. Старый добрый ИВК, как автомат калашников, без всяких, работает очень хорошо. Главное знать, что надо выкладывать, писать, улыбаться. Два ГИС, Яндекс.Карты, бывают и одноклассники выстреливают. Ну, сейчас вообще почти забросил это дело, потому что там не та аудитория, я считаю. Четвертый метод не назвал, еще. Есть же еще метод один, который используют очень часто мебельщики, активно мебельщики используют. Они льют дерьмо на своих конкурентов. А, МИА-мебель, да никогда не заказывайте у них мебель. Да хреновая мебель, да все кривое, косое, все ломается, пленка отклеивается. Мы решать им, да. Да. Вот это тоже четвертый метод, ты будешь таким пользоваться? Нет, такой метод это не про нас. Не наш метод. Дим, то есть вот так вот выглядит формат офиса выставочного в рамках производства, да? Да. То есть у тебя здесь кухня, у тебя образцы фасадов, что-то, наверное, есть по фурнитуре, место, где ты сидишь, дизайнишь и общаешься с клиентом при заключении договора, кресло. Мы созваниваемся с человеком, я приезжаю к нему на замер, мы все померили, поговорили, я потом людей приглашаю к себе сюда. С какой целью? То есть чтобы не на слова, чтобы я мог показать, какие ящики, как открываются, как закрываются, какие петелечки, чтобы мы могли посмотреть все материалы спокойно. Плюсом, чем я считаю это хорошо, это все рядышком при производстве, это человек может увидеть все эти станки. Ты разрешаешь ходить людям туда? Конечно. Я говорю, хотите посмотреть не просто выставочный образец, да? Я вам покажу живую, настоящую кухню другого человека, который мне заказал. Мы можем подойти к любому там заказу, который сделан, я распакую любой ящик, я вам открою, я вам объясню, покажу. То есть если я на выставочном образце показываю, что у меня кромка поклеена в цвет фасадов там, да, темненькая, я чужую кухню распакую. То есть я клиенту говорю, я вам покажу все, как мы делаем, не просто выставка какая-то. Вы оцените тот уровень качества, который приедет к вам. Что я вижу? Я прихожу, я смотрю на полированный автомобиль под лучами софитов, красиво одетый менеджер рассказывает. Если бы я покупал автомобиль на заводе, я прихожу и вижу какие-то детали, какие-то сварка, какие-то подъемники, какие-то грязные руки слесарей, которые там что-то лазят, собирают. И мне говорят, ну вот тачка стоит, смотри, вот здесь она, даже мы пыль протерли, все хорошо. Это немножко не то восприятие. Кто на это скажет? Я с одной стороны с тобой согласен, но я опять же, вот то, что ты говоришь, что у тебя сейчас там загружено, это другой формат, другой объем. Я понимаю, что на каком-то определенном уровне я скажу, стоп, хорош, поработали в таком режиме, теперь надо открывать шоу-рума. Здесь я с тобой соглашусь, потому что я же тебе сейчас только что перечисляю свои этапы. Я же тоже сначала вот так, потом вот так, потом, сейчас уже третья стадия у меня шоу-рума, в принципе, сначала я сам там находился, работал с удаленными дизайнерами, я даже сам ничего не рисовал, подготовил проект, приглашал клиентов, им показывал, демонстрировал образцы. Потом у меня там работал дизайнер, теперь у меня постоянно он открыт и под проходящий трафик, и под встречи с клиентами. То есть вообще мне нравится воспринимать наш бизнес, вот наше дело, да, с точки зрения каких-то узких мест. То есть я считаю, что у нас всегда должно быть работы больше, чем производство может выполнить. Это вот ключевая задача. Пускай лучше я каких-то заказов не возьму. Избыток заказов должен быть. Должны быть продажи, а дальше мы смотрим на другие узкие места. То есть мы смотрим, допустим, ага, не хватает сотрудников. Если я сюда дизайнера посажу вот в это место, в те условия, которые сейчас надо... Понявится следующая точка роста. Понявится следующая точка роста. Я сконцентрируюсь на ней. Этот вопрос закрыт, получилось третье. То есть мне сейчас, не находясь, допустим, на твоем уровне, нет смысла открывать пресногорский выпис. Согласен. То есть как бы, зачем я потрачу? Мне нет смысла покупать чиповую. Мне нет смысла ставить покрасочную камеру. Это не те задачи, которые нужны. Мне надо решить вот эту задачу. Если я сюда человека посажу, лучше станет? Раз мы это дизайнер закрыли, и следующая. Я, собственно, хочу тебе пожать руку и сказать спасибо за те инсайты, которые получил я. И, скорее всего, многие ребята в комментариях тоже похвалят тебя, поблагодарят тебя за вот эти мысли, которых иногда в какой-то точке роста не хватает. Или мы смотрим на великих, но нам одежда великих велика, да? Либо мы смотрим на свой опыт, который не сделал нас богаче, и говорим, что я самый умный, не надо мне ничего рассказывать. Да, ребята, поставьте, пожалуйста, лайк, благодарность Диме за его откровение. И Юрий за то, что он когда-то не побоялся со всеми с нами этим делиться. Друзья, ну вот так необычно, в непривычной для нас обстановке заканчивается один день с мебельщиком, с двумя костромскими конкурентами. Дима нас пригласил к себе на дачу, мы сейчас на берегу Волги. Замечательный простор напротив, через Волгу от нас город Плес. Здесь топится банька сейчас, за нами мангал, сейчас будет шашлык. И если вы спросите меня когда-нибудь, что такое конкуренция, я скажу вам, что я не знаю. Скажите что-то? Это какое-то состояние в голове, наверное, мне кажется. Это, мне кажется, зависть. Зависть и желание развиваться, наверное. Когда ты свои какие-то задачи не решаешь, не развиваешься, и ты говоришь, что у тебя ничего не получается, потому что виноваты конкуренты. Всем пока, нас ждет шашлык, баня. И вот такой замечательный вид, где на Волге проплывают пароходы. Это был один день с мебельщиком в Костроме.